Поговорим в эти дни. В Москве проходит турнир «Шахматные звезды». Накануне соревнования приобрели характер шоу. В них принимали участие как известные гроссмейстеры, так, например, и Владимир Крамник и Сергей Корякин. Это, если говорить про гроссмейстеров, были еще и любители шахмат, звездные любители шахмат. И о том, кто из участников очаровал Дмитрия Губерниева, и почему Сергей Корякин играл сам с собой, узнаем из сюжета Андрея Алексеева. В понедельник на турнире «Шахматные звезды» сделали развлекательным. Начали день с подписания именной звезды для аллеи чемпионов Вегас-Хунцева. В торжественной части приняли участие 10 гроссмейстеров мирового класса, среди которых Сергей Корякин, Владимир Крамник и даже испанец Франциско Вальехо. После торжественной церемонии часть гроссмейстеров устроили сеанс одновременной игры с юными финалистами «Шахматных звезд-2022», а часть приняли участие в играх вслепую. Это уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры не смотрят на доски, а запоминают расположение фигур. И не на одной, а на нескольких досках сразу. Сегодня мастер-классы для юных шахматистов. Конкретно я давал сеанс одновременной игры вслепую на четырех досках. Такой интересный формат, мне самому он очень нравится. Это большая такая тренировочная нагрузка на память. Ты ничего не видишь, глаза завязаны, и, соответственно, надо помнить четыре доски. На каждой доске по 32 фигуры, поэтому такой очень интересный для меня тоже спортивный вызов. Зрители тоже не скучали. Любой желающий мог пообщаться, сфотографироваться или получить автограф любимого гроссмейстера. Но виженкой на торте стал первый в своем роде сеанс одновременной игры с Сергеем Корякиным. Его уникальность в том, что юным шахматистам помогал искусственный интеллект. По регламенту игроки могли пользоваться его подсказками после восьмого хода, и не чаще, чем через ход. Программу назвали «Менделеев Чес», она создана компанией «Инопрактика» как раз в сотрудничестве с Корякиным. То есть иногда против Сергея играл сам Сергей. Было непросто. А прокомментировали историческую игру ведущие шоу «Вызов» Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. Вот я вижу то удовольствие, которое получают детишки, играя против Корякина. Но что мне нравится еще больше, они пользуются подсказками искусственного интеллекта, но решения принимают сами и даже зачастую интеллекту не доверяют. Вот здесь все-таки наша удивительная молодежь, которая надеется на свой мозг замечательный, она пойдет еще дальше, чем мы, потому что это абсолютно правильный подход. На самом деле это везде вызов. Вызов от какой-то новой ситуации, с которой действительно достаточно сложно справиться. И вот мы действительно видим, как юные борцы сражаются. Вот в этом, понятно, что неравном турнире с интеллектом Сергея Корякина. И вот точно так же на шоу «Вызов» мы ставили вызовы для наших, в принципе, юных участников. Конечно, они были постарше, чем ребята, которые принимают участие в этом матче. Но, тем не менее, для них это тоже был огромный вызов себе, своим возможностям, как интеллектуальным, так и физическим. А еще в сеансе одновременной игры приняла участие Зарина Шафигулина. Профессиональная шахматистка ворвалась в команду интеллектуалов шоу «Вызов» и очаровала самого Губерниева. Меня пригласил один знакомый из шахмат, и он мне просто написал, предложил, что вот, есть проект на ТНТ, не хочешь ли ты поучаствовать? Я говорю, ну да, почему нет? Со мной связались, ну, можно сказать, те, кто набирают команду. Я прошла собеседование, и вот я там. Зарина Шафигулина, как всякая красотка, она привлекла мое внимание практически с первой серии. Но я подумал, боже мой, кто эта прекрасная девушка, шахматистка? А дальше не просто гугл в помощь, а ты поражаешься, что человек здорово играет в шахматы, в состоянии нестандартно мыслить, и плюс ко всему еще блестяще физически готов. Она подавляла мужчин, как мы любим, те люди, которые были здесь, становились каблуками, то есть, так сказать, принимались в партию подкаблучников. Она своей красотой и обезоруживающей улыбкой вкупе с интеллектом и спортивной подготовкой просто делала, можно сказать, из партнеров котлеты в хорошем смысле, и из соперников особенно. Сам турнир «Шахматные звезды» продлится до 5 октября. После группового этапа лидирует Владислав Артемьев, у него 6,5 баллов. У Крамника 5,5, у Корякина 5, но решающие матчи впереди. Андрей Алексеев, Андрей Зинин. Все на матч.